Не хватает. Пытался работать на бирже, но там уже стартовый капитал. Его нет. Ну а потом решил повесить свое объявление на интим-сайте. Тем самым заработать денежку. Резюме в сантиметрах и килограммах. Тариф 3000 рублей за час. 12 за ночь. Как только из простого мальчика он превратился в мальчика по вызову, его финансы перестали петь романсы. За неделю, может, человек 5. Получается, за месяц человек 20-25 позвонит точно. Ну, у кого-то лишний вес. У кого-то там, может, какие-то несчастные случаи были в жизни. Они разные. У кого-то комплексы, я могу сказать сразу. Кому-то просто хочется там выпить, погулять, пообщаться, еще что-нибудь. Ну, я бы сказал, в большинстве случаев это просто погулять, пообщаться. Изучив заявки клиенток, Вова отвечает на мейлы однокашников. Их фото – память об учебе в Суворовском. Отец Володи сам военный прочил сыну карьеру офицера. Но суровые годы казармы и безденежья убили в курсанте-защитниках Родины. Привет, Заяц. Привет. Как ты тут без меня? Хорошо. Как у тебя дела? Поднимался? Я? Ничем? Прогулился? Я не заскочила. Я тоже. Успешный дизайнер Алия – любимая клиентка Володи. Один день в ее обществе – финансовый эквивалент десятка вызовов с окраин столицы. Встретив Алию, Вова убедился – 45 бабой ягодка опять. Без наследия не дурна собой и окружает почти материнской заботой. Зайчик, тебе надо побольше питаться. Будем, знаешь, питаться побольше. И ты привезла шикарную рубашку. Да? Да. С большим вырезом, как ты любишь. Раскрутить клиентку на обновке – для Вовы привычное дело. Резвый мальчик уверен, дамочка у него на крючке. Для нее он уже сексуальный допинг. Зай, я хочу джинсики. Может, зайдем, посмотрим? Да. Бизнес-леди охотно балуют юного круга. Новая игрушка-курсант Володя еще не успела наскучить. Ну, думай ты там, я всем не терпение. Все уже. Ну, как ты видишь? Вау. Ну, что, да? Ну, ты мармеладка. Похоже, эти двое довольны друг другом. Вова имеет деньги, бизнес-леди имеет Вову. Циничный бартер по вкусу обоим, но они делают вид, что слегка влюблены. Так, горькая правда о реальной природе их чувств кажется слаще. Прикориться. Начало здоровье. Глазово, это круто. Их рандеву продолжилось в салоне красоты. Эскорт услуги Жигала дело нехитрое. Пока бизнес-леди освежает педикюр, Вова, как и породистая собачка Челси, ждет свою хозяйку. Я три раза была замужем. Первым было 40, вторым 50, третьим 60. Вот развелась 8 лет назад. И думаю, да нафига меня эти страперы. У меня почти каждый день рядом молодой эффектный мужчина. Конечно, можно его на себе подженить, но зачем эти проблемы? Социологи считают, что осознанно выбранное одиночество к концу века будет уделом большинства людей в развитых странах. Современному человеку важнее, скажем, хорошо одеться и вкусно поесть, чем жениться и родить ребенка. Женщины все чаще отдают предпочтение не браку, а карьере и экономической независимости. В результате появилось целое поколение успешных одиночек, которые имеют собственные доходы и жилье. Они живут в свое удовольствие и не нуждаются в том, чтобы стирать чьи-то носки. В тесной слесарне в спальном районе Москвы Перекур сантехник Петя вернулся со сложного вызова, спас от наводнения целый подъезд. Сантехник Саша ставит чай и делится с коллегой последними новостями. Как дела-то? Да нормально, еще. Бьюсь, как рыбу, а денег не надыбал. Да ладно, все еще впереди. Наши-то годы... День рождения только началась. Да. На стенах коллекционное собрание ударников соцтруда. Сигаретные пачки, зажигалки, плакаты с эффектными девушками. Сразу видно, здесь есть ценители женской красоты и культурного образа жизни. Уголок рыбаков, сантехников, любителей рыбалки и охоты. Астраханский вариант на пляжу. Отдых. Следующая клиентка – его хорошая знакомая, которой хочется, нравится. Петя моет руки и меняет петушок на модную кепку. В свои 37 он еще холост и живет со старенькой мамой. Молодые девушки, мечтающие о Дольчевита, Петю не любят. В отместку Петя не любит девушек. Он вообще не верит в любовь. В слесарке часто вспыхивает философский диск. Бабы-дуры эти, особенно помоложе, вроде смотришь, и фигуры есть. Мы им нужны, ты думаешь? Наверное. Некоторые любят. Женщины за 40 – особая категория. Они часто одинокие и потову сговорчивее. За мужское внимание готовы платить вдвойне и охотно идут на знакомство. Мать все говорит, женись. А чем мне жениться? У меня вон целый район один разведенный. Он тут Жене живет 45 лет. Там медсестра посимпатичная такая, фигуристая. И что мне? Зачем мне это все надо? Одиноким жительницам района Петя с энтузиазмом чинит сантехнику. А за пару тысяч рублей воплощает в жизнь интимные фантазии. На его участке у него целый гарем из женщин среднего и пенсионного возраста. Видите, ну хорошо, что ты пришел. Я тебя вчера еще вызывала. Сегодня у Татьяны Ивановны праздник. Сломанный унитаз – лишь повод для встречи. Пока сантехник возится в клозете, она освежает макияж и поправляет прическу. Раньше она работала школьным учителем, преподавала русский язык и литературу. С выходом на пенсию стала чахнуть с тоски. Дети и внуки навещают редко. Татьяна Ивановна сама не заметила, как закрутила с местным сантехником. Чтобы накрыть стол и угодить дорогому гостю, она потратила всю свою пенсию. Он, конечно, не совсем герой ее романа, зато с ним не так одиноко. Проблема в общении для педагога с ее стажем не проблема. Если ученик не понял вопрос с первого раза, она всегда готова повторить его дважды. Жара на улице. Видите, водочки или шампанского? Угу. Водочки или шампанского? Водочки давай. Водочки, ну хорошо. Татьяну Ивановну можно понять. Без мужика в доме трудно. А Петя и унитаз починит, и лампочку вкрутит. Но самое главное, в ее адрес звучат комплименты. Танюш, что-то причесочка у тебя такая, как сегодня новая, хорошая какая-то. Да? Целую ночь на бегудях спала. Это что? Представь себе, как спала. Ой, это же ради чего ж такое. Хотя вам нравится. Найти бойфренда в пенсионном возрасте почти фантастика. Статистика лишает последней надежды. Средняя продолжительность жизни россиянина – 59 лет. Потенциальные женихи Татьяны Ивановны ушли на тот свет или вышли из строя. Вот была я в магазине, стою в очереди недавно. Встал за мной какой-то старичок. Весь из себя скрюченный, с палочкой, хромой. Я ему говорю, дедушка, иди без очереди. Чего стоять-то? Он пошел без очереди. А я смотрю, батюшки. А это же мой одноклассник. Когда-то он мечтал стать известным певцом. Хотел иметь много поклонниц. Пойти по творческой стезе не разрешила мать. Но отчасти мечта осуществилась. Он сочиняет песни и поет одиноким домохозяйкам. Поклонницу Пети хоть отбавляй. Но счастья в жизни все равно нет. Любви нет. Это все сказки для дурочек. А все бабы дуры, особенно молодые. Принц им подавали на Мерседесе. А вот херушки. Для одних борьба с одиночеством – тяжелая работа. Для других – успешный бизнес. Одинокие люди превратились в доходную целевую аудиторию. На сегодняшний день существует очень много бизнес-проектов, которые ориентированы именно на одиноких людей. Это и интернет-сайты знакомств, в том числе это просто организация встречи в каких-либо клубах, брачные агентства, в том числе очень много мировых компаний известных, создают определенные бренды для успешных людей, которые будут тратить деньги только на себя. Отечественная фабрика грез штампует фильмы и сериалы для женщин. В них одинокая женщина, часто с детьми или даже подвергшаяся преступному суррогатному оплодотворению, рано или поздно встречает мужчину своей мечты. Кто вы, а кто я? А кто я? Ну, не молодой, усталый предприниматель. А вы умная, красивая женщина. И мне было бы приятно, если бы вы поужинали со мной. Как правило, это усталый бизнесмен или олигарх, скрывавшийся под личиной лесника. Основная аудитория ведущих наших телеканалов – это женщина за 50, одинокая и так далее. Ну, собственно, какое из просто таковое предложение. Трудно предположить себе аудиторию этих сериалов, молодых, успешных, бизнес-леди, которые в это время и дома-то не найдешь, и не приезжают. Домой наверняка после 11. Ему абсолютно другой нужен продукт. Хотя, как мне кажется, в любой российской бизнес-леди скрыта маленькая страдающая домохозяйка, которая тоже иногда хочет что-нибудь подобное посмотреть. В сравнении с западными аналогами российский продукт не искусство, но бизнес. Скудные бюджеты и наивные сценарии компенсируют оптимистичный посыл. Встреча с прекрасным принцем не за горами. Зрительницы довольны. Продюсеры считают прибыли. Истории про золушек – лавстори на все времена. По данным агентства «Росключать», по итогам 2006 года, объем рекламного рынка в России составил 6,5 миллиардов долларов. И ровно половина из этих денег пришлась именно на телевизионную рекламу. Самое интересное, что именно женщины являются основными потребителями товаров, которые рекламируются во время сериалов. Поэтому, по сути, производители зарабатывают дважды. У современной женщины, вовлеченной в круговорот служебных обязанностей и повседневных забот, часто не хватает времени на личную жизнь. Чтобы компенсировать эмоциональный вакуум, дамы любят мечтать и окружать себя иллюзиями. А на иллюзиях можно неплохо заработать. Вы, например, хотите, чтобы у вас были деньги, надо просмотреть, почему их у вас нет. Потому что талисман не работает, если не убрать причину отсутствия ваших денег. Татьяна Чернецкая – современная баба-яга, ясновидящая и ворожея. К ее офису в обшарпанной пятиэтажке на окраине Москвы не зарастет народная тропа. Основные клиентки – одинокие женщины. Венец без врача – это очень тяжелый вид порчи и довольно редкий вид порчи. Энергетически, как в Венец без врача видится, в седьмой чакре, в области головы, такое завихрение конусообразное. Двери в эту квартиру всегда нараспашку. Барабашка из мачала с глазами-пуговицами повидал здесь сотни москвичек. Магический календарь, карты Таро и пентаграммы убеждают клиенток – они попали к волшебнице. Татьяна Анатольевна, а скажите…